Вставим сюда двери, витражные двери. Есть тоже некоторые нюансы, то есть обычную дверь вы сюда не повесите. Работаем с этим витражом, я его сейчас изолирую. Опять же нажимаем на очки и выбираем изолировать элемент. Можно вставить двойную дверь. Так, как мы здесь поступим? Давайте вставим одну двойную и две одинарных. Мне сейчас нужно две панели витража объединить. Нам надо получить одну панель, и впоследствии в одну панель у нас вставляется дверь. Либо двойная, либо одинарная, без разницы. Нам надо единая панель. Здесь витраж закреплен. Видим, вот такая булавочка. Для того, чтобы с импостом работать, нам надо булавку снять. Теперь удаляем импост. Я нажимаю DEL. Теперь нам необходима линия разрезки витража, чтобы удалить разрыв. Чтобы сделать одну панель, мне нужна пунктирная линия. Вот я подвожу, могу перебирать табом до тех пор, пока у меня не выделится пунктир. Вот он выделился. И появляется в контекстном меню кнопочка «Добавить, удалить сегмент». Кликаю на нее и кликаю вот сюда. Видите, теперь у меня одна сплошная панель. Теперь эту панель я в свою очередь выделяю. Опять же, подвожу к краю и нажимаю таб до тех пор, пока не подсветится панель. Подсветилась. Она также заблокирована. Также разблокируем. И теперь в типоразмерах вот здесь мы можем выбрать вверху где-то дверь витражная, однопольная. Нам надо не однопольная. Давайте ее загрузим. Переходим во вставку. Загрузить семейство, двери. Я сейчас стандартными воспользуюсь. Удобно. Вот видите, превьюшки здесь сбоку. Чтобы не тыкать на каждую. Вот смотрите, такой, как с текстурами. То есть я держу Ctrl и кручу колесо мыши. У меня увеличиваются иконки. И здесь я уже могу видеть витражные двери. Так, где они только? Вот. Вот такую загружу. Соответственно, выбираю панель. Где-то вот она у меня подгрузилась. Есть. Сейчас стоит средний уровень детализации. Я так понимаю, если мы поставим максимальный. Да, кстати, надо сохранить проект. У меня на рабочем столе есть папка, куда я буду все сейчас складировать. Вот она. Revit. Проект 1. Ну, я назову тест. Тест. Перейду в параметры. И чтобы не было кучи резервных копий. Ну, вернее, три. Я поставлю одну резервную копию. Мне хватает. Можно выставлять там две, три. Сколько вам угодно. Поставлю одну. Тест. Хорошо. Сохранился. Вообще, это надо делать, конечно, как только ты создал проект. Потому что впоследствии придется искать. Вот так выглядит наша дверь. Да, была панель, стала дверь. То же самое с одинарными. С одинарными попроще, потому что, ну, в принципе, здесь не надо удалять импосты. Можно брать панель и создавать. Чтобы сделать больше интервал, нам необходимо изменять линию разрезки. То есть это пунктирная линия. Сейчас, может, не очень видно, но перебирая тап, вы увидите обязательно пунктир по вертикали. Разблокирую. И здесь тысяча стоит. Ну, это нормальный вариант. Давайте покажу. Допустим, 1100 сделаю. Кликаем. И у меня импост двигается. То есть я редактировал данную линию разрезки. Соответственно, эти импосты у меня двигаются влево. Если бы я выделил эту, то, соответственно, эти импосты подвинулись бы. Так. И то же самое делаем с панелью. Есть дверь. С этой стороны уже делать не буду. Смысл ясен. Так. Чтобы завершить вот этот скрытый режим, я нажимаю «Восстановить исходный вид». Есть. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»